Самолёт на лыжах сегодня приземлился между встречными потоками на оживлённой подмосковной трассе. Новые подробности происшествия, в результате которого, по счастью, никто не пострадал, поступают последние несколько часов от нашей съёмочной группы на месте. Репортаж Михаила Кинченко. Небольшой легкомоторный самолёт на разделительном заграждении. Эту необычную картину несколько часов наблюдали сотни водителей на участке Ярославского шоссе в 60 километрах от Москвы. То ли дорожно-транспортное, то ли авиационное происшествие. Всё случилось на автотрассе, но пострадал только лишь самолёт. Своими крыльями он перекрыл крайние левые полосы в обоих направлениях. Водителям пришлось прижиматься правее к обочине. В самолёт упал. Из многочисленных записей видеорегистраторов, которые появились в интернете, понять, что именно здесь произошло, невозможно. Видно лишь, что у самолёта повреждён винт и практически оторван двигатель. Но, судя по всему, это последствия жёсткой посадки. На дороге самолёт оставался несколько часов. И лишь затемно при помощи крана его удалось снять с разделительного заграждения и освободить трассу. Впрочем, далеко отвезти не удалось. Мешает размах крыльев. Самолёт сгрузили в чистом поле неподалёку от места происшествия. Скорее всего, именно здесь его и разберут. Судя по повреждениям, эта машина уже никогда больше не поднимется в воздух. Кстати, надо отметить, что этот легкомоторный самолёт вместо обычных колёсных шасси был оборудован вот такими специальными лыжами, которые позволяют взлетать и садиться практически на любой, более или менее ровной, заснеженной поверхности. Однако, видимо, у лётчика просто не было достаточно времени, чтобы выбрать более удачную площадку, и он был вынужден приземлиться на дороге. В причинах происшедшего сейчас разбираются специалисты. Пока главная версия — техническая неисправность самолёта. По предварительным данным, после вылета, буквально спустя несколько минут, у самолёта возникли неполадки в работе двигателя, а затем двигатель отключился. Пилот принял решение о вынужденной посадке. Более детальную информацию мог бы дать сам лётчик. Он не пострадал. По предварительным данным, кроме него, в кабине больше никого не было. Сразу после посадки пилот самостоятельно выбрался из самолёта и уехал с места происшествия. Впрочем, следователям удалось его отыскать, и сейчас лётчика опрашивают об обстоятельствах случившегося. В ходе проверки будут установлены данные о квалификации пилота, а также о законности осуществления полётов на этом воздушном судне. В то же время, как нам стало известно, не исключается и версия халатности. Возможно, самолёт был не полностью заправлен или по какой-то причине потерял топливо уже в воздухе. Но эти данные ещё нуждаются в проверке. Достоверно также неизвестно, было ли у лётчика разрешение на полёт. Надо отметить, что для легкомоторных самолётов, которые не поднимаются выше 4,5 тысяч метров, по закону разрешена упрощённая процедура получения разрешения. Достаточно за час до вылета просто сообщить о маршруте через интернет. Было ли это сделано, сейчас также выясняется. По имеющейся информации, пострадавший самолёт базировался в одном из частных аэроклубов. В ближайшее время следователи обещают провести и там детальную проверку. Михаил Акинченко, Алексей Матюшкин, Николай Шитов, Первый канал.